Сегодня завершился прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Красноярского края. Это важный этап предвыборной кампании. Именно он и определит, чьи фамилии мы увидим в избирательных бюллетенях 9 сентября. Сколько претендентов дошли до этого рубежа, расскажет Алина Штоколова. Успеть до 18.00. Именно до этого времени претенденты на пост губернатора нашего большого края должны сдать в избирком все необходимые документы. Причем не только за себя. Каждый потенциальный кандидат представляет троих человек. Один из них сможет занять место в Совете Федерации в случае избрания кандидата. В команде действующего главы региона заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, советник губернатора края Любовь Елизарева и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному устройству Андрей Клишас. Пакет бумаг весьма внушительный. Несколько объемных папок. Это и листы поддержки, и финансовые отчеты, и различные справки. Проверять их будут тщательнейшим образом. Безусловно, мы будем проверять все подписи. В случае, если у нас будут возникать какие-то подозрения, в том числе мы можем проводить опрос тех лиц, которые подписывались за конкретного кандидата в губернаторы. Думаю, что главное, чтобы условия для всех кандидатов были равны. Это для нас важно. Мы, конечно, подойдем со всей строгостью закона. Собрать все эти бумаги не так просто. Каждый кандидат должен был представить минимум 298 подписей депутатов и глав городов и районов. Причем не меньше, чем из 46 территорий Большого края. Такое доверие действительно нужно заслужить. В листе поддержки Александра Усса 312 подписей. Еще около 2000 народных избранников разных уровней направили их в избирательное объединение. Безусловно, это не только члены «Единой России», это и независимые кандидаты, а также, возможно, представители тех партий, которые уже публично заявили о поддержке как минимум программы Александра Усса. Соперниками Уса в предвыборной борьбе могут стать еще три человека. Это Александр Лемпио от «Справедливой России», ЛДП-ровец Егор Бондаренко и Иван Серебряков из «Патриотов России». Политологи считают, что губернаторская кампания должна пройти спокойно, без эксцессов и использования черных технологий. А один из потенциальных кандидатов отметил, что ему не до выборных баталий. Собственно, избирательной кампании у меня нет и, скорее всего, не будет. У меня большой избирательный цикл, почти год, и я должен был доказывать свою готовность исполнять обязанности губернатора своими реальными, что называется, делами. Естественно, вот этот ответственный момент, я в отпуск ни в какой не пойду и буду продолжать свою работу в прежнем режиме. А вот у избирательной комиссии сейчас напротив наступила самая горячая и ответственная пора. За 10 дней им нужно проверить все документы от потенциальных кандидатов. А 3 августа назвать именно тех, кто продолжит предвыборную гонку. А дальше дело уже за жителями большого края. Решать, кто встанет у руля нашего региона на следующие 5 лет, предстоит именно им уже 9 сентября. Арина Штоколова, Алексей Гусев и Максим Галат. Ненесей. Новости.